Добрый день Мария Владимировна. Да, здравствуйте. У меня сегодня три вопроса. Первый, 28 числа азербайджанская сторона на КПП в Глачинском корридоре задержала троих армян, молодых футболистов, которые ехали из Арцаха в Армению при последничестве российских миротворцев. Миротворцы никак не вмешались, хотя вся перевозка была организована при их последнице и люди как бы доверились. Хочется узнать, что делать для возвращения этих и других задержанных армян в Глачинском корридоре и чтобы такие случаи больше не повторялись. Я хотел бы напомнить о том, что нынешняя ситуация в Глачинском корридоре стала следствием признания Армении на Горного Карабаха частью территории Азербайджана. Это было зафиксировано по итогам саммитов с участием лидеров двух стран под эгидой Европейского союза в октябре 2022 года, в мае 2023 года. В этом четко говорится в заявлении МИД России от 15 июля в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаем неуместным, неправильным, неоправданным. Видим задачу контингента в том, чтобы в новых условиях, которые сформировались в результате признания Ереваном и властями Армении преднадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, оказывать на земле все возможное содействие в обеспечении прав и безопасности карабахских армян, в том числе в контексте прямого диалога Баку-Степанакерта. Второй мой вопрос касается прямого диалога. Армянские СМИ со ссылкой на официальных лиц республики Азербайджана сообщают, что российская сторона предлагает им провести встречу с Азербайджаном на территории, со всеми лицами Азербайджана на территории Азербайджана. После последних случаев такая гарантия есть, что тех же официальных лиц азербайджанская сторона не задержит, нарушив все взятые на себя обязательства. Ну просто нужно заниматься выполнением договоренностей, и это и есть гарантия. Очень простой ответ. Если о чем-то договорились, тем более скрепили подписями, тем более на высшем уровне, это надо реализовывать, а не заниматься, так сказать, иным толкованием, придумыванием новых конструктов, привлечением третьих сторон, уже не третьих, а каких-то пятых и десятых, так сказать, и какой-то, знаете, такой игрой в бисер. Есть договоренности, их нужно выполнять, это и есть гарантия. Как только начинается нечистоплотность в реализации договоренностей, тут уже не до гарантии. Мария Владимировна, перед тем, как эти вопросы, все-таки хочу уточнить, потому что для армянской общественности немножко непонятно, а каких договоренностей, которые армянские власти нарушили, или азербайджанские, уже немножко непонятно становится. Нет, подождите, а я слово нарушили говорила? Или не выполнили. А выполнили? Нет, не знаю, поэтому... Ну вот, я вам говорю, нужно выполнять то, о чем договаривались. Надо просто выполнять. Выполнение договоренностей является гарантией. Вы же меня спросили, в чем гарантия? Я вам говорю, в выполнении договоренностей. Вот вы мне говорите, а в чем, так сказать, изменение... Вы меня даже спросили, в чем не выполнение, так далее. Я вам буквально минуту назад говорила об изменении, кардинальном изменении позиции руководства Армении по сущностному вопросу, да, я даже не знаю, на сколько, на 180 градусов. Ну, точно не на 360. А вы мне говорите, а что такого не было выполнено? Позиция изменилась кардинально по ключевому вопросу. Причем ключевому именно для Еревана вопросу. Ну, это вопрос Еревана, это вопрос, так сказать, внутренних их выработки решений и так далее, и так далее. Но есть обязательства, которые были достигнуты и скреплены подписями. Вот эти обязательства, раз они не отменены и неоднократно переподтверждались, вот они и их выполнение и являются гарантией, о которой вы спрашивали. Ну, и третий вопрос. Вчера из Арцаха появилась информация, что российские миротворцы пропустили азербайджанцев, которые на дороге Аграм Степанакер, которые начали там, попытались, начали размещать палатки. Вот вопрос, почему миротворцы их пропустили, и что делается для разблокировки Лачинского коридора, и почему сейчас армянской стороне, я имею в виду, властям отца? Я поняла, почему опустили российские миротворцы, это компетенция российских миротворцев. Если необходимо уточнить, я могу уточнить. Опять же, что делать для разблокировки, я только что подробно ответила, отвечая на ваш первый вопрос. Ну, я просто имею в виду, почему сейчас вот так активно предлагается именно Агдам Степанакер разблокировать место Лачинского коридора? Мы предлагаем активно разблокировать... Не боюсь, сейчас мы разные последники, в том числе и Россия тоже, но согласно публикациям в СМИ и заявлениям власти АЦА. Хорошо, давайте я уточню по конкретному этому сюжету, по поводу пропуска и так далее. Я уточню и к вам вернусь.